Привет, народ, с вами Фенаргот! Что же, на дворе 27 июня и уже послезавтра стартует последний мейджор сезона. Ну и нам, конечно же, нужно подготовиться к Фэнтези Лиге. Детальное описание Фэнтези вы можете найти в ролике по ссылке в описании, но несколько важных моментов я озвучу в данном ролике. Первый. Многие спрашивают, а зачем вообще нужны Фэнтези, если за них дают осколки Дота Плюс и их по сути не так много? Отвечаю. Многие собирают Фэнтези сразу на нескольких аккаунтах, чтобы нафармить себе ключи для сундуков Муэрты и выбить оттуда Пуджа или Веспа. Ну и скинуть их на основной аккаунт или продать. Второй. Откуда брать карточки и паки? Если вы участвовали в Фэнтези Лиге на протяжении ДПС сезона, у вас будут карты. К сожалению, карты тех, кто не прошел на мейджор, уже нельзя распылить. Это можно было сделать до обновления. В любом случае, проверьте, у вас должны быть доступны наборы в самой игре. Ну и, конечно же, один в день дают за победу. Третий. Когда будут выходить прогнозы и так далее? В связи с тем, что турнир будет проходить в сказочное Бали, матчи будут стартовать в 5 утра по московскому времени и заканчиваться чуть позже полудня. Поэтому прогнозы будут удобно выходить днем ближе к вечеру. В любом случае, следите за моим телеграм-каналом, потому что бывают форс-мажорные ситуации. И я делюсь прогнозами просто в ТГ-канале. Ну и четвертый. Уже 1 июля закончится наш розыгрыш на 100 тысяч рублей на Steam. Половина разыгрывается в телеграме, половина на сайте. Причем бабки можно забрать на карту. Ссылки есть в описании. Что же, ставим лайки видосу, подписываемся, включаем уведомления в колокольчики. Поехали! 29 июня у нас начинается групповой этап, и мы будем ориентироваться сперва на игроков команд, которые сыграют больше всего матчей, ибо статистика с DPC будет в будущем заменяться на очки с мейджора. В группе А по 2 матча будет у всех команд, кроме Blacklist и Execration. В группе Б аналогичная ситуация у Badboom и Punt. Взглянем на игроков основы. Тут у нас лучшие Широ из PSG, далее Джеки, Ортизи, Та-2000 и так далее. На самом деле можно брать плюс-минус любых из данного списка, но я возьму Широ и Ортизи. Среди мидеров у нас лучший Дарк Мага из Бесткост, далее уже идет Эмма и Си Смайл. Я возьму себе надежного Дарк Мага, ибо он завозит каждый турнир. Саппорты. Тут на первом месте Карло, у которого будет одна встреча, поэтому его можно и не брать, чтобы не рисковать. А вот далее идет саппорт IG и Дубу с DJM. Я возьму их. В итоге на первый день мейджора у меня получился следующий состав. Широ и Ортизи на позиции основы, Дарк Мага в миду и Пью и Дубу на саппортах. Напомню, что следующий прогноз выйдет уже 29 июня ближе к вечеру. Не забывайте про розыгрыш 100к на Steam, а также залетайте на стримы. С вами был Фенергот и до скорых встреч.